Здравствуйте! В этом видео хочу рассказать вам о своем новом утюге с парогенератором бренда Lilith. Я уже пользуюсь этим парогенератором, наверное, больше месяца, и вы, скорее всего, могли заметить в предыдущих видео на канале. Ну а сейчас я готова поделиться своими впечатлениями и выводами после использования. Lilith – это итальянский бренд гладильной техники. Их идея в том, чтобы внести промышленные технологии в каждый дом. То есть дать возможность использовать промышленные технологии в бытовых условиях. Если вы только начинаете шить, то, возможно, еще не знакомы с этим брендом, но он входит в топ, наверное, 3-5 лучших брендов гладильной техники. И многие профессионалы, люди, которые увлекаются шитьем на постоянной основе, предпочитают Lilith в том числе. Утюги с парогенератором Lilith используют и на производстве в ателье, и в домашних условиях. Я, к примеру, с удовольствием утюжу белье, постельное белье, одежду. Совсем недавно показывала в сторис, как я буквально за полчаса отутюжила огромную гору белья. Поэтому, если вам раньше казалось, что вот такой стальной утюг с парогенератором – это только для промышленных целей, только для больших ателье, то нет. Он идеально подходит и для бытовых целей. Что здесь от промышленного утюга? Ну, во-первых, это тяжелый стальной утюг. Кстати, он не максимально тяжелый, бывает намного тяжелее. Его вес около полутора килограмм, поэтому его вполне комфортно держать. Рука не устает быстро, но при этом он, благодаря своему весу, хорошо прижимает ткани, полотна и намного более эффективно разглаживает. Легкий утюжок все-таки приходится прижимать сильнее рукой, то есть давить на него рукой, для того, чтобы добиться такого же эффекта. Также, что есть от промышленного – это стальной бак, стальной корпус с нагревательным элементом внутри. Вода заливается в бак через отверстие и нагревается внутри корпуса. Кстати, нагревательный элемент непосредственно контактирует с водой, то есть он находится не отдельно. И благодаря этому пар образуется эффективнее и сильнее. Кстати, корпус выполнен из нержавеющей стали, а значит, к нему не прилипает накипь. Накипь образуется в виде маленьких комочков, которые вы легко можете промыть. Заливаете воду внутрь корпуса, буквально ополаскиваете и выливаете ее. Эту операцию можно повторить до тех пор, пока вода не будет полностью чистой. И вот благодаря этому утюг с парогенератором служит намного дольше. Объем бойлера здесь 1,4 литра, но заливать можно примерно 1 литр. Нам необходимо оставить небольшое пространство, пустоту для образования пара. Кстати, этот парогенератор создает, генерирует сухой пар. Это одна из причин, почему я решила перейти на профессиональный парогенератор. В чем отличие сухого пара от влажного? Влажный пар, когда выходит из утюга, заметен глазу. Это такой большой, густой, белый, светлый поток пара. Сухой пар, когда выходит из утюга, может иметь ту же мощность, но его не видно. К примеру, если вы поставите руку на каком-то расстоянии от утюга и выпустите сухой пар, то в вашей руке будет горячо. Потому что в действительности этот поток воздуха, горячего пара, идет и на достаточно большом расстоянии с очень сильной мощностью. Даже если вы его не видите. Пар не сильно заметен, но если держать руку на расстоянии 2 метра от утюга, то руке будет горячо. Влажный пар, по моим ощущениям, даже если такой же мощный и сильный, но немного мягче и приятнее, если поставить на расстоянии руку. Влажный пар отлично увлажняет полотно, ткань, изделие, которое вы утюжите. Но потребуется небольшое время для того, чтобы изделие остыло и влага испарилась. А сухой пар быстрее проникает в глубокое волокно и быстрее выходит, то есть испаряется. Кстати, это происходит благодаря тому, что сухой пар состоит из мельчайших частиц. Потому что вода испаряется практически полностью. И сухой пар генерируется только при высоких температурах и только при стальном корпусе. Кстати, у вас может возникнуть вопрос, как же утюжить деликатные ткани, например, шерсть, шелк при высоких температурах. Их же можно сжечь. Действительно, высокая температура небезопасна для деликатных тканей. Для этих целей можно дополнительно приобрести тефлоновую подошву, которая надевается прямо поверх утюжка. Удобно фиксируется на ручке. И магия этой подошвы в том, что она задерживает тепло, которое исходит от утюжка практически в два раза. В результате у вас остается сухой пар, который образуется при высоких температурах. И при этом вы можете утюжить деликатные ткани без какого-либо вреда для них. Вы, наверное, уже слышали, что у профессиональных утюгов с парогенератором увеличенное время нагрева воды. Если обычный бытовой утюг может нагреться за 2-3 минуты, то вот для такого утюга с парогенератором требуется в несколько раз больше времени. Здесь это 10 минут. Для меня это время не кажется большим. Я включаю утюг, в это время подготавливаю изделия или делаю какие-то другие мелкие дела. И все, можно приступать к работе. Если вы раньше пользовались только бытовым утюгом, который греется за 1 минуту, то в первые несколько раз вам может быть немножко непривычно. Но, уверяю вас, к этому очень быстро привыкаешь. Кстати, в комплекте шел еще вот такой термостойкий резиновый коврик, который вы можете устанавливать поверх корпуса парогенератора, либо, например, положить на стол, если вам так удобно. Также можно утюг устанавливать поверх корпуса без этого термостойкого коврика, поскольку здесь есть термостойкие прорезиненные ножки. Давайте его включим для того, чтобы вы увидели, как он работает. Здесь отдельная кнопочка нагревания бойлера и отдельная кнопка для нагревания утюга. То есть вы можете, например, поставить нагреваться бойлер, и в это время утюг не включать, а включить его позже. Можно сделать это одновременно. И давайте посмотрим на примере нескольких изделий. Это простыня, достаточно мятая, после стирки ее необходимо отгладить. Если честно, я не очень люблю гладить постельное белье, поэтому я складываю его сразу в несколько слоев и утюжу сразу большую стопку. Я сложила в два раза, теперь в четыре, восемь слоев, шестнадцать, тридцать два слоя. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Итак, тридцать два слоя материала попробуем отутюжить. Поверхность идеально разгладилась, но сейчас мы посмотрим, что произошло с другими слоями. И теперь волнительный момент, посмотрим, насколько эффективно он справился. Посмотрим дальше. Здесь тоже все идеально. И в конце последний слой тоже идеально разглажен. Благодаря этому я утюжу постельное белье буквально за пару минут и не трачу на это полдня. Вот что значит мощный сухой пар. Он эффективно проникает глубоко в волокна и легко разглаживает. Кстати, у утюжков Лилит есть такая возможность адаптировать кнопку нажатия пара для левшей. Поэтому, если раньше вы испытывали неудобства из-за кнопки, то у парогенераторов Лилит есть возможность подстроить утюг под вашу руку. Я очень люблю льняные жакеты, но вы, наверное, знаете, что лен очень сильно мнется. Особенно после стирки его сложно разгладить. Попробуем поутюжить мой льняной жакет. Лен практически невозможно отутюжить до идеальной гладкости, ровности. Но вот утюг Лилит справился. По крайней мере, я не вижу на этом участке заломов. Пара очень много. Он генерируется постоянно. То есть, его хватает не на 2-3 секунды работы, а он выходит буквально постоянно, пока вы нажимаете на кнопку подачи пара. Кстати, одного литра, который вы заливаете в бойлер, достаточно примерно на час непрерывной интенсивной работы. С тяжелым для утюжки льном парогенератор Лилит справился отлично. Мне даже не приходилось нажимать на него, потому что он своим весом и так уже оказывал достаточное давление. Я очень люблю носить шелковые платочки. И для их утюжки всегда надеваю тефлоновую подошву. Пар выходит с той же мощностью, но температура щадящая и безопасная. Ну вот, буквально за несколько секунд, меньше минуты, платок идеально разглажен. Я очень люблю еще и твидовые жакеты, жакеты из букле, но к ним тоже нужно относиться бережно. Помятости здесь вам не будут так сильно заметны. Если вы утюжите твидовый жакет, ну или, например, шерстяной, да вообще любой жакет, то не стоит утюжить без какой-либо защиты, например, проутюжильника хлопковой ткани, потому что волокна могут сжечься, у вас останутся ласы, такие блестящие места, которые будет очень сложно удалить. Иногда их вообще не получается удалить. И в итоге изделие испорчено. А с тефлоновой подошвой можно утюжить без дополнительных приспособлений, без подкладывания ткани, и изделие будет в полной безопасности. Помятости на твиде не так сильно заметны, но его, тем не менее, нужно утюжить, потому что утюжка придает ему форму, структурированность. А если его не утюжить, он такой рыхлый, мягкий и немножко даже неопрятный. Жакет прямо припечатался. Видно, что он имеет форму, очень приятный, тоже за считанные секунды. Ну и, конечно, с этим парогенератором можно отпаривать вертикально. Единственный момент, вы не сможете, например, отпаривать подлогу шторы, потому что утюжок все равно имеет свой вес. Но, тем не менее, отпарить одежду на вешалке, либо на манекене, очень просто. Пар выходит с той же мощностью, с той же силой в любом направлении, поэтому вы можете эффективно проутюжить абсолютно любые участки. В общем, я очень рада своему новому парогенератору Lelit. Кстати, если вы спросите, как я выбирала модель, я ориентировалась на несколько показателей. Ну, во-первых, меня очень сильно привлекает внешний вид парогенераторов Lelit. Они все в стильном стальном корпусе, выглядят очень футуристично, красивый лаконичный дизайн. Этот парогенератор идеально впишется в любой интерьер и станет его украшением. Даже если это не самое главное в утюге с парогенератором, для меня визуальная часть имеет очень важное значение. Я думаю, для вас тоже. Во-вторых, это оптимальный объем бойлера. Для меня одного литра, который можно сюда залить, вполне достаточно для того объема работ, который у меня сейчас есть. У Lelit есть модели с меньшим объемом бойлера и с большим, если вы, например, ищете парогенератор в ателье или мастерскую. У всех моделей высокая мощность пара и пар сухой. Но еще один немаловажный момент. Он не очень тяжелый. В большинстве случаев он стоит у меня на одном месте, но для съемок мне приходится его постоянно передвигать. И это не вызывает абсолютно никаких сложностей, потому что он вполне подъемный. Если вы тоже задумались о парогенераторе Lelit, я вам очень сильно советую. Я уверена, вы будете счастливы, будете получать удовольствие от утюжки каждый раз. Утюг с парогенератором Lelit я заказала на сайте 7shop. Это огромный интернет-магазин различной техники и товаров для шитья, для дома, для работы. И в нем представлен очень большой ассортимент швейных машин, вышивальных, распошивальных машин, оверлоков, каверлоков. В общем, все, что мы любим, все, что нам нужно. Также очень много различных швейных принадлежностей, аксессуаров. Большой ассортимент ножниц на разный вкус и бюджет. Кстати, вот этот столик для швейной машинки, о котором у меня часто спрашивают. Этот столик подходит для всех универсальных швейных машин Genome. У меня вот такая похожая модель швейной машины. Для того, чтобы установить столик, вы просто убираете платформу спереди, и шить становится гораздо удобнее, потому что изделие не падает. Еще в 7shop просто огромнейший ассортимент различной гладильной техники. Это и гладильные прессы, полные гладильные системы, комплекты. Гладильные доски с функциями и обычные, без функций. Очень-очень много отпаривателей, портновские колодки и даже манекены. Ну и особенно большой выбор утюгов с парогенераторами бытовых и профессиональных, полупрофессиональных от различных брендов. Вот, кстати, мой парогенератор. Модель называется Lilith PS21. Очень красивый. Не могу перестать восхищаться им. Ну и самое приятное, у меня есть промокод на скидку в 10% в магазине 7shop. Этим промокодом можете пользоваться и вы. Он действует на определенной модели техники, поэтому перед покупкой лучше уточнять у менеджеров. А еще в 7shop есть возможность приобрести товары в рассрочку без процентов. Кстати, в интернет-магазине 7shop одни из самых выгодных предложений на рынке. Плюс еще на парогенераторе Lilith очень часто делают скидки, проводят акции, поэтому следите, а также используйте мой промокод на скидку. Кстати, у 7shop есть очень познавательный, очень интересный YouTube-канал. Там можно найти огромное количество различных отзывов на швейную технику. А еще у них на сайте есть интересный блог с очень полезными статьями. На этом все. Благодарю вас за просмотр. Если у вас будут какие-либо вопросы, вопросы о парогенераторе, то обязательно напишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу и поделюсь своим опытом. Желаю вам красивых изделий и хорошего дня!